Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы будем учиться писать изложения про лисенка. Но сначала проведем подготовку. Итак, первое задание. Нужно правильно построить предложение. Выполним это задание устно. Прочитайте предложение, подумайте, как нужно его правильно сказать. Второе предложение. Следующее предложение. И еще одно предложение. Подумайте, как нужно правильно сказать эти предложения. Проверим. Мы веселились на новом году. Ребята искали съедобные грибы. Рома остановился напротив большого дома. Я по тебе соскучился. Работаем дальше. Следующее задание. Выполните письменно. Вам нужно обозначить границы предложений. Вспомним, что такое предложение. Предложение – это одно или несколько слов, которые связаны по смыслу. Выполните это задание письменно, а потом проверим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проверяем. Идёт с охоты рыжий лис. Вьются за ним следы. Над ним пролетела стайка клестов. Вылетели из глубокого пушистого снега тетерева. Всё подмечает старый лис. Если вы также обозначили границы предложения, поставьте восклицательный знак «Вы молодцы». Вспомним, что изложение – это письменный пересказ текста. Я вам сейчас прочитаю текст. Вы должны его внимательно послушать. Затем я задам вам вопросы по этому тексту. Лисёнок. Лисёнок упал с обрыва в реку. Он попал в сеть. Малыш жалобно стонал. Стон услышал лесник. Он освободил беднягу. Принёс домой. Внучка лесника Даша ухаживала за больным. Лисёнок поправился. Лисёнок отвёз его в лес. Давайте ответим на вопросы по этому тексту. Что случилось с лисёнком? Правильно. Лисёнок упал с обрыва в реку. Он попал в сеть. Малыш жалобно стонал. Как помог ему лесник? Он освободил беднягу и принёс его домой. А как бы ты поступил на его месте? Напишите мне об этом в комментариях. Почему, когда лисёнок поправился, лесник отвёз его в лес? На этот вопрос напишите мне ответ в комментариях. Всегда ли можно брать домой диких животных из леса? Подумайте. И свой ответ напишите мне в комментариях. А сейчас давайте прочитаем этот текст самостоятельно. Прочитайте его. Прочитаем текст вместе. Лисёнок упал с обрыва в реку. Он попал в сеть. Малыш жалобно стонал. Стон услышал лесник. Он освободил беднягу. Принёс домой. Внучка лесника Даша ухаживала за больным. Лисёнок поправился. Лесник отвёз его в лес. Помните, что изложение – это письменный пересказ текста. Вам нужно его запомнить. Поэтому мы на нашем занятии будем читать этот текст несколько раз. Запоминайте. Сейчас попробуйте этот текст пересказать. Лисёнок упал с обрыва в реку. Он попал в сеть. Малыш жалобно стонал. Стон услышал лесник. Он освободил беднягу. Принёс домой. Внучка лесника Даша ухаживала за больным. Лисёнок поправился. И лесник отвёз его в лес. Обзацы – это смысловые части. В первой части говорится о том, что лесёнок упал с обрыва в реку. Он попал в сеть. И малыш жалобно стонал. Во второй части стон услышал лесник. Он освободил беднягу и принёс домой. В третьей части внучка лесника Даша ухаживала за больным. И в четвёртой части лисёнок поправился. И лесник отвёз его домой. На письме эти части вы должны указать с красной строки. Обратите внимание, как у меня написано. Теперь нам нужно озаглавить каждый абзац. Для этого давайте ещё раз прочитаем текст. Читаем все вместе. Лисёнок упал с обрыва в реку. Он попал в сеть. Малыш жалобно стонал. Это первая часть. Подумайте, какое название можно дать этой части. Читаем второй. Стон услышал лесник. Он освободил беднягу. Принёс домой. Подумайте, как можно озаглавить этот абзац. Внучка лесника Даша ухаживала за больным. Подумайте, какое название может иметь этот абзац. Лисёнок поправился. Лесник отвёз его в лес. Составим план. Для этого давайте ещё раз прочитаем текст. Лисёнок упал с обрыва в реку. Он попал в сеть. Малыш жалобно стонал. Стон услышал лесник. Он освободил беднягу. Принёс домой. Внучка лесника Даша ухаживала за больным. Лисёнок поправился. Лисник отвёз его в лес. Запишите в тетради слово «Лисёнок» и слово «План». В первой части говорится о том, что произошло с лисёнком. Запишите. Во второй части говорится о том, что сделал лесник. В третьей части говорится о том, кто ухаживал за больным. В четвёртой части говорится о том, что стало с лисёнком, когда он поправился. Запишите эти названия. Они у вас могут быть свои. Когда вы будете писать изложения, вы можете читать план и писать по памяти изложения. Работаем дальше. Сейчас мы проведём орфографическую подготовку для того, чтобы написать изложение без ошибок. Нужно подобрать проверочные слова. Лисёнок. Безударный гласный, который можно проверить ударением. Проверочное слово «лис». Значит, нужно это слово писать с буквой «и». Мы подобрали однокоренное слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Лисник. Проверочное слово «лес». Значит, нужно писать с буквой «и». Беднягу. Проверочное слово «беды». Безударные гласные, которые можно проверить. Мы подбираем однокоренные слова так, чтобы безударный гласный стал ударным. Больным. Проверочное слово «боль». Проверочное слово «стон». Проверочное слово «стон». Можно проверить словом «отвезли». Проверочное слово «отвезли». Проверочное слово «отвезли». Проверочное слово «тон». знака. Нужно выписать из текста имена собственные. Даша, подчеркните орфограмму за главную букву в имени собственном. Следующее задание. Нужно раскрыть скобки, как пишется с обрыва, услышал, за больным, поправился, упал, в лес и в реку. Предлоги со словами пишутся раздельно, а приставки пишутся слитно. С обрыва, с большого обрыва, например, услышал, за больным пишется раздельно, за моим больным, например, поправился. Здесь у нас приставка, приставки пишутся слитно, упал, пишется слитно, в лес пишется раздельно, в реку пишутся раздельно. Предлоги со словами пишутся раздельно. Работаем дальше. Прочитайте трудные слова по слогам, обратите внимание на них при написании изложения. Читаем. А теперь проведем лексическую подготовку, подберем синонимы, то есть похожие по смыслу слова. Как можно по-другому сказать слово попасть, обрыв и упасть? Слово попасть можно заменить угодить, оказаться, обрыв, откос, круча, упасть, свалиться, рухнуть, обрушиться, грохнуться. А теперь подберем антонимы, то есть противоположные по смыслу слова. Слово упасть и слово принести. Упасть, встать, подняться, принести, унести. Объясните значение слова лесник. Лесник – это человек, который служит лесу. Он природу охраняет, браконьеров прогоняет, а зимою у кормушек в гости ждет лесных зверюшек. Мы подготовились с вами к написанию изложения. Сейчас еще раз прочитаем этот текст. Лисенок. Лисенок упал с обрыва в реку. Он попал в сеть. Малыш жалобно стонал. Стон услышал лесник. Он освободил беднягу. Принес домой. Внучка лесника Даша ухаживала за больным. Лисенок поправился. Лесник отвез его в лес. Я сейчас вам на несколько минут оставлю этот слайд. Здесь написан план, опорные слова и слова для справок. Пользуясь планом, опорными словами и словами для справок, напишите изложение по памяти. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно ответьте мне на вопросы в комментариях. И конечно же поставьте лайк. Это ваша благодарность за мою работу. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok